Итак, дорогие друзья, сегодня я вам покажу, как клеить вот такой угловой молдинг фирмы ORAC DECOR. Маркировка у него артикул SX118, размер 18х138. Будем клеить вот в этой комнате. Сейчас покажу некоторые особенности. Вот так вот он выглядит непосредственно уже на месте. Так все у нас в один стиль. Такая розеточка. Все в классическом стиле. С этой стороны тоже. Вот. Я уже в прошлом видео говорил, когда мы делаем меточки, обязательно. Для ориентира, чтобы не сможет было поджать натяжной потолок. Вот. Чтобы сверху щелей не было. Сейчас в данном случае у нас все четко. Вот. Следующий момент. Как вы видите, стыку мы моем диагонально. Диагонально. То есть, когда будем подводить следующую палку, будет выглядеть... Вот. Я уже ее запилил. Сразу внутренний угол запиливаем. То есть, будет выглядеть вот таким образом. Обязательно стыковочный клей. Зачем так делать? Есть несколько причин. Во-первых. Больше площадь соприкосновения. Первая причина. Потому что, когда мы ровную стыковку делаем, у нас меньше площадь соприкосновения клеевой поверхности. Так у нас получается шире поверхность. То есть, крепче стык. Первая причина. Вторая причина. Когда лопается. Вдруг, если такое произойдет. Если у вас идет ровно трещина. Она очень бросается в глаза. Если у вас диагональная трещина. То есть, она только под определенным углом может броситься. Вот. Так прямо вы не увидите этой трещины. То есть, если вы будете смотреть непосредственно на этот стык. Вот так перпендикулярно. Вы не увидите. То есть, она у вас под углом. И третья причина. Шов будет таким ломаным. То есть, он не будет ровной геометрией идти. То есть, он такой изгибистый. То есть, это тоже одна из причин. Когда, особенно палки в разных плоскостях. Вы вводите поверхность, допустим. Где-то сводите. Подшпаклевываете. То есть, этот стык по-любому не будет бросаться. За счет того, что ломается плоскость. Вот. Когда вы стыкуете. Обязательно не забывайте клеить скотч. В данном случае я уже говорил. Использую скотч Тесса. Вот многие просили показать. Сейчас наглядно еще раз покажу. Вот так вот он выглядит. Именно почему розовый? Потому что он идет деликатный. То есть, он хорошо отклеивается. С одной стороны, хорошо держится. С другой стороны, не оставляет следов. Если мы будем отклеивать от потолка. То есть, деликатный. Деликатный скотч. Поэтому обязательно используйте. То есть, стыковочный клей на стыке. Он будет вылазить. И может испачкать натяжной потолок. Поэтому под. Обязательно наклеить. Так как вот в данном случае узкий. Я вот две полоски наклеил. Вот. Потом мы будем шпаклевать. То есть, все равно будет много манипуляций. Чтобы не испачкать потолок. Следующий момент. Когда мы клеим стык. То есть, нанесли клей. Наклеили. Лишний клей вылез. Из-за того, что клей разбухает. Он будет проситься чуть-чуть приподнять палку. То есть, это понятная причина. Потому что он разбухает. Как бы палка будет приподниматься. Вот. Нам нужно обязательно стык зафиксировать наискосок саморезом. То есть, мы закручиваем саморез. Чтобы нам попасть. Вот в это тело. Во второй палке. То есть, вот таким наискосок. Таким образом мы держим этот шов. Чтобы он не приподнимался. Поэтому обязательно этот момент продумайте. Чтобы при высыхании у вас эта палка не приподнялась. Да, когда вы ровно клеите, этой проблемы нет. То есть, так как движение происходит по направлению. Здесь оно приподнимает палку. Поэтому обязательно зафиксируйте то отверстие, которое получится от самореза. Потом аккуратненько выкрутите и зашпаклюйте. Все равно вам потом стоит шпаклевать. Вот. Ну, внутренние углы в принципе проблем нет. Там никуда не денется. Там получается палками зажатый. Поэтому движения никакого не происходит. Вот. Еще здесь у нас проблема. Так как мы стены здесь не штукатурили. Видно, по низу придется шпаклевать. Поэтому это дополнительная работа. Как бы в монтаж молдинга не входит. Здесь в данном случае мы будем еще погонометром считать за работу. Вот. В принципе, все. Но единственное здесь еще, наверное, аккуратность будет. Либо нужно посчитать, чтобы затянуть пленкой весь потолок. Либо... То есть в любом случае какой-то момент проклеить с помощью ленты, скотч-ленты, пленки, чтобы потолок не испачкать. Потому что и красить мы будем. То есть все равно здесь аккуратность. За аккуратность, как говорится, идет дополнительная наценка. Этот момент, конечно, тоже нужно учитывать. То есть в работе, конечно, это все помедленнее будет. В принципе, все, что хотел показать. Вот эти основные моменты. Какие-то вопросы остались, пишите. До новых встреч.